Деревья падали, крыши улетали, заборы ломались. Ураган на прошлой неделе принес немало разрушений в Ульяновские загородные лагеря. Понимая чрезвычайную ситуацию, мы экстренно приняли меры по эвакуации детей из палаточных лагерей. Все палаточные лагеря были закрыты, дети были перевезены. Последний лагерь, из которого была эвакуация, это Русский берег. Причем в Русском береге были дети не только из нашего региона, но еще и из Пензы. В Пензу машинами отправлены были дети к родителям. Но кабризы погоды не спортили детский отдых. Уже сейчас в регионе возобновили работу 22 из 23 палаточных лагерей. В Орленок, например, вчера вернулись все 96 воспитанников. Когда был ураган, мы во время ливня были в столовой, смотрели фильм. Мы ничего не видели. Потом нас воспитатели хорошо организовали, нас провели под зонтами, под джедневниками в корпус. И после этого нас не упускали, нас старались занимать воспитатели, мы с ними пели песни. Буря, по признанию юных очевидцев, их вовсе не напугала. Несмотря на шторм, дети хорошо провели время. А разочаровались они лишь потому, что пришлось целых три дня побыть вдали от любимого лагеря. Несмотря на то, что ребята уже вернулись на отдых, работы по восстановлению разрушений еще не закончились. В кратчайшие сроки были распилены и вывезены деревья. На данный момент вы видите, что работает Ульгэс, работает вышка трактор, то есть специализированная техника, с помощью которой мы устраняем остатки, скажем так, последствий вот этого урагана. Вторая лагерная смена была спланирована с 3 по 23 июля. Но в связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией было принято решение продлить ее еще на три дня, до 26 числа. «Ласточка» – единственный в Ульяновске лагерь, который работу на ближайшую смену не возобновит из-за серьезных разрушений от упавших там 135 деревьев. Юлия Дегтярева, Руслан Баталов. Новость Ульяновской правды. Руслан Баталов. Новость Ульяновской правды. Руслан Баталов